Прошедшая неделя, как ни странно, была чрезвычайно богата на события. Видимо, все-таки информационное поле вышло из этой январской спячки и действительно все бурлило и взрывалось. Ну, в общем, обо всем по порядку и в порядке значимости и важности. Вопреки ожиданиям того, что глобальные перестановки в правительстве республики начнутся в апреле-марте, уже начались они на этой неделе. На прошедшей неделе свой пост потеряла Гульшата Арсланова, министр земельных и имущественных отношений республики Башкортостан. Немногим больше трех месяцев эта мадам провела в этом ранге, на этой должности. Я не припоминаю столь поспешных перестановок на действительно существенных постах в правительстве. То есть, Министерство земельных и имущественных отношений – это ключевое министерство. Трехмесячное пребывание на посту министра – это, конечно, не то чтобы сенсация, но шок. Шок для коллектива министерства, шок для процессов, которые идут внутри республики. Здесь речь идет и о статусах всевозможных имущественных комплексов, земель, зданий, сооружений и так далее, и процессов приватизации и прочих-прочих процессов. На место Гульшата Арслановой, о которой мы поговорим чуть позже и о причинах ее ухода, приходит Наталья Полянская. Кто такая Наталья Полянская, сказать достаточно сложно. Единственное, что можно проследить последнее время ее развития событий и развития ее карьеры. Речь идет о том, что эта мадам, как водится, соратник Радия Фаритовича по институту права, это понятно, у нас только в институте права теперь могут зарождаться и появляться талантливые, способные люди, по крайней мере, люди, способные к административному управлению. Так вот, мадам Полянская оттуда, из института права, стремительно взойдя от начальника отдела Министерства земельных и имущественных отношений до замминистра за последние буквально несколько месяцев, теперь она заняла место Гульшата Арслановой. Теперь можно поговорить о том, по какой причине госпожа Арсланова покинула свой пост. Тут, конечно, много вариантов. В кулуарах правительство шепчется о том, что она не справилась со своими обязанностями. Ну, собственно, наверное, это и закономерно, потому что, ну, кто такая Гульшата Арсланова? Гульшата Арсланова в недавнем прошлом жена ближайшего друга и соратника Радия Хабирова Урала Хасанова. Гульшата Арсланова учитель черчения. Еще немножко позже она была, ну, после того, как она была учителем черчения, она была руководителем МФЦ, но очень недолго. И вот как раз на этом посту, там с ней случились всякие неприятные неприятности. Я говорю о загадочной истории с ремонтом помещения МФЦ, которая до сих пор не закончилась и, возможно, закончится уголовным делом, потому что там очевидные злоупотребления и какие-то странные, совершенно подрядные схемки. И, собственно, конечно, удивляться, наверное, нечему, что вот эта женщина, которая, в общем-то, по сути, является учителем черчения из далекой и далекой, значит, сельской глубинки Республики Башкортостан, она не справилась со сложнейшей функцией министра земельных и имущественных отношений. С функцией человека, который должен глубочайшим образом разбираться во всех нюансах законодательства и взаимодействия многих ведомств. Еще один пример того, как ведет кадровую политику Хабиров. Назначение людей по семейному, дружественному признаку, кумовство и так далее. Особенно смешно это звучит и это выглядит на фоне того, что в последнюю неделю Хабиров возопил, что он ищет кадры, которые не будут связаны кумовством, значит, каким-то блатом и так далее, и так далее. Я не знаю, что это было. Я не знаю, то ли это был сеанс саморазоблачения, то ли еще что-то. Ну, в общем, Хабиров вот так вот вскричал. С другой стороны, если уж судить отстраненно и не судить так строго и предвзято, как, например, это делаю я, то на фоне кадровых решений, например, в российском правительстве, ради Хабиров вообще выглядит божьим агнцем. В том смысле, что, посмотрите, кто у нас теперь в федеральном правительстве. Министр спорта, судимый преступник. То есть суд подтвердил, что он преступник. Министр культуры открыто заявляет о том, что она ненавидит музеи, театры и прочие проявления культуры. Министр связи первое, что делает, заявляет о том, что нужно передать все данные, личные данные россиян спецслужбам. Ну и так далее, и так далее. Я уже не говорю про господина Приходько, который назначен помощником премьер-министра, вот этот любитель девочек, рыбок и чужих яхт-олигархов. Ну, в общем, конечно, там мрачный мрак. И так, соответственно, если вот с этим сравнивать, то, наверное, Хабиров даже еще и ничего выглядит. На прошедшей неделе в медийном пространстве внезапно появился министр здравоохранения Максим Забелин. И с печалью сообщил широкой общественности о том, что он существенно прибавил в живом весе и не может застегнуть на животе у себя штаны. Это потрясающая новость, облетел интернет, заботливые тролли мадам Прочаковской начали кудахтать на все лады, какой у нас открытый министр здравоохранения и как мы ему сочувствуем, что вот он так отъелся в новогодние праздники. Казалось бы, ничего особенного, глупая выходка, очередная попытка там пиариться неумелым образом, но параллельно в интернете появляется ролик с инвалидом, ползущим на коленях по коридору больницы. То есть вот таким образом без ноги человек перемещается по Иглинской районной больнице. И, конечно, вот это случилось контрастом колоссальным с этим разжиревшим Забелином, который кудахчет над своим пузом о том, какой он, значит, нескладный и неладный, и ни о чем другом он думать не может, и вот безногим инвалидом, который ползет по коридору больницы. Вот тут, конечно, это бомбануло сильно. Совершенно ужасное состояние учреждений здравоохранения в Республике Башкортостан, которое стремительно ухудшается. И вот этот контраст между вот этим отъевшимся министром и ползущим по коридору инвалидом, он, конечно, ударил многим по нервам. Посыпалось огромное количество комментариев на тему, что в различных учреждениях здравоохранения Башкирии ужасная ситуация. И, конечно, я не знаю, что теперь делать Забелину. Приличный министр, конечно, бы сделал себе харакири, если бы он был японцем. Менее приличный скандинав просто бы подал в отставку от Забелина, мы, конечно, этого не дождемся. Но очередной раз мы убеждаемся в том, что Министерство здравоохранения Республики Башкортостан – это адский ад. Как известно, Россия готовится к всенародному голосованию за принятие поправок Конституции. Безусловно, Федеральный центр очень беспокоится, как регионы на это все среагируют. И сейчас обязал подтвердить верность режиму региональные парламенты, в том числе, естественно, и Крултай, и Госсобрание Республики Башкортостан был вовлечен в этот процесс. Срочно прислали разнарядку собраться, проголосовать и поддержать начинание Кремля. И вот в Башкирии это случилось в очень смешном формате. Ну, как обычно, заставь, значит, дурака молиться, он лоб расшибет, да, как известно. Когда прислали нашему Крултаю на согласование эти поправки, Крултай их согласовал в течение суток. Казалось бы, чего тут такого? Но надо понимать, что депутаты Госсобрания Республики Башкортостан рассеяны по всей республике. Не все они живут в Уфе. Совсем не все. Абсолютное большинство живет по всей республике, и абсолютное большинство не работает в Госсобрании на постоянной основе. Так вот, оказывается, депутаты Госсобрания проголосовали за поправки Конституции Российской Федерации по WhatsApp. Вы понимаете, да, что произошло? То есть, по мессенджеру, типа, значит, алло, Толик, Наиль, вы за? За что? Ну, за поправки. За какие? Ну, вот за эти. А, ну да, за. Вот примерно так это все вот происходило. Но, тем не менее, Крултай составил официальный ответ и отправил, значит, в Госдуму, что вот там единогласно и безапелляционно мы все поддержали эти вот поправки. Хотя их, в общем-то, наверное, и не читали. Эту историю раскопал Артур Асафьев и нашел доказательства этому, несмотря на то, что в Госсобрании даже попытались опровергнуть эту версию. И да, действительно, сто процентов понятно, что Госсобрание Крултай Республики Башкортостан проголосовало важнейший вопрос современности изменения в основной закон Российской Федерации по WhatsApp. Пожалуй, что, наверное, не все сейчас помнят, что такое молодая гвардия «Единой России». В свое время эта молодежная организация, молодежное крыло партии власти гремело и буйствовало на пространствах России, но в последнее время как-то сжалось, сохлось, съежилось, проразбежалось. И вот внезапно на прошедшей неделе они вспоминают Хабиров, едут, встречаются с активистами этой умирающей организации, констатируют ее кризис, но ободряют молодых ядросов тем, что он придаст, как говорится, импульсы и сил этой организации. Он ее возродит и так далее, и так далее. Пообещал им физкультурно-оздоровительный комплекс отдельно им создать в качестве мотивации для участия в этой организации, чтобы они там подкачались. Вообще, конечно, это с одной стороны смешно, а с другой стороны как-то немножко страшненько. Потому что вообще-то в традициях всяких авторитарных и тоталитарных лидеров взращивать и создавать для себя молодежные какие-то организации, полубоевиков, фанатиков и несозревших мозгами юношей и девушек, которые готовы на многое ради своего кумира. Я не знаю, что получится в итоге. Надеюсь, что просто ничего не получится, как обычно у Хабирова, в том смысле, чтобы из этой молодой гвардии сделать что-нибудь путное в его представлении. Не дай бог это получится какой-нибудь там ради Югенд или что-нибудь пострашнее. Но в любом случае, все, что связано с Единой Россией, это зло для страны, зло для общества. И потому как бы не будем желать здесь успехов дорогому Радио Фаритовичу. Теперь поговорим о новостях судебных. И в этот раз они касаются в первую очередь радиостанции «Эхо Москвы». На прошедшей неделе арбитражный суд поставил точку в иске Крултая Башкир. Вот этот всемирный межгалактический Крултай Башкир заявил требование о компенсации в адрес «Эхо Москвы». Это случилось еще летом. Напомню, что всемирный Крултай Башкир возбудился и возмутился высказыванием Дмитрия Михайличенко на «Эхо Москвы». Причем эти высказывания были настолько абстрактными и не касались конкретно межгалактического Крултая Башкир, что все недоумевали, но тем не менее дело производства началось. Арбитражный суд принял к производству это дело. И вот на прошедшей неделе арбитражный суд вынес решение о том, что эти претензии абсолютно беспочвены. Я поздравляю коллектив «Эхо Москвы» в Уфе с победой. Хотя эта победа, конечно, абсурдная и смешная. И вот Крултай Башкир, сама организация, конечно, в очередной раз подтвердила свою некомпетентность, как минимум, в этих вопросах. И вообще вот этот иск был настолько странным, настолько непонятным. И произошло это все как раз в этот предвыборный момент. Очень сильно это походило на какой-то заказ, но я не буду утверждать, что это так. Однако, вот точка поставлена. Тем не менее, мне стало известно, что в Ленинском районном суде, в том самом пресловутом Ленинском районном суде, находится параллельно точно такой же иск со стороны Крултая Башкир в сторону все той же радиостанции «Эхо Москвы» и примерно на ту же тему. Надеюсь, что принцип приюдиции сработает, и решение арбитражного суда отменит уже всяческие там разбирательства в Ленинском суде, хотя бы потому, что, ну, это уже становится неприличным. Еще одна новость, которая в том числе связана с «Эхом Москвы», это новость о том, что на прошедшей неделе Федеральная служба безопасности вызывала на допрос троих журналистов уфимских. Это Руслан Валиев, выпускающий редактор радио «Эхо Москвы», это Артур Асафьев, журналист радио «Свобода», и Рамиль Рахматов, журналист и главный редактор издания «Про Уфу». Федеральная служба безопасности вызывала журналистов с целью допросить их в связи с делом Айрата Дельмухаметова. Вообще, это очень странная история. Многие расценили ее как прямой нажим наезд на СМИ, на те СМИ, которые активно освещали дело Айрата Дельмухаметова. Некоторые юристы предположили, что это попытка превратить журналистов в свидетелей, дабы ограничить их возможности при освещении дела Айрата Дельмухаметова и их участие в судебном разбирательстве, которое грядет у нас, видимо, летом. Ну, в общем, история эта вызвала много шума гамма, причем сами допросы были абсолютно пустыми. Насколько мне известно, следователи в основном интересовались адресом вызванных на допрос. Я не знаю, как глубоко зашел кризис ФСБ на тему получения информации, но уж обладать адресами известных в республике людей, их паспортными данными и фамилиями, именами, отчествами, наверное, они должны бы уже и без физического контакта, как говорится, с людьми. Но, тем не менее, вот это все случилось, обсуждалось, и, конечно, на мой взгляд, это возмутительно. Кроме всего прочего, то, что касается Айрата Дельмухаметова, на прошедшей неделе Федеральный Совет по правам человека сделал заявление о том, что внимательно следит за ситуацией вокруг политического преследования Айрата Дельмухаметова, СПЧ Российской Федерации заявила о том, что не обнаружили в его высказываниях никаких экстремистских призывов, призывов к изменению законной конфигурации Российской Федерации. Более того, отметили, что во всех своих выступлениях Айрат Дельмухаметов призывает людей не участвовать ни в каких процессах, связанных с изменением законно установленного государственного строя и так далее. То есть я очень надеюсь на то, что так или иначе Совет по правам человека при президенте Российской Федерации хоть как-то повлияет на судьбу Айрата Дельмухаметова. Уже практически год скоро будет, наверное, как Айрат сидит в СИЗО. В общем, это все возмутительно и безобразно. Уже пятое уголовное дело там возбуждено. Причем пятое, оно совсем смешное, если честно. Кроме всего прочего, на прошедшей неделе огласке была предана вот эта история с Айратом Дельмухаметовым уже на федеральном уровне. Очень многие СМИ, известные люди, господин Шевченко, Шендерович, высказались на эту тему. Причем призвали к тому, чтобы прекратить преследование Айрата Дельмухаметова. И многие крупные федеральные СМИ, это «Эхо Москвы» федеральная и «Медиазона», и «Медуза» тоже опубликовали материалы об Айрате Дельмухаметове. Будем надеяться, что медийная поддержка пойдет на пользу тому, что будет дальше с Айратом. Будем надеяться, что все-таки прекратится его лишение свободы. Ну и эта история закончится так или иначе благополучно. О строительстве, долевом строительстве и недолевом строительстве, и вообще о строительном секторе в Республике Башкортостан. Возобновились движения в социальных сетях, в группах, связанных с «Золотым запасом». Так или иначе, эта история все равно увязывается с первым трестом и рухнувшим банком господина Галямова. Несмотря на то, что все это отрицается и опровергается, в том числе и силовыми структурами. Ну, в общем, разговоры снова возобновились. Видимо, речь идет о том, что пройден какой-то очередной этап ожидания и обещаний. Владимир Барабаш, который перед Новым годом достаточно успешно умиротворял дольщиков «Золотого запаса», находится в отпуске. Видимо, им не хватает положительной энергии или еще чего-то для того, чтобы сидеть тихо, смирно на попе и не выступать. Поползли слухи в этих группах о том, что в обмен на непреследование по теме «Золотого запаса» кто-то пытается перераспределить собственность первого треста. Я, конечно, эти слухи не подтверждаю. Хотя, конечно, в строительной сфере Республики Башкортостан наметился абсолютно очевидный передел. Примером тому может служить перераспределение собственности, например, компании «Госстрой» господину Базикову, которая прибрала к рукам вот это непонятное садовое кольцо, которое будет, не будет там достраивать эти все эрмитажи, так и не ясно до сих пор. Пока не подтверждаю вот эти разговоры о том, что первый трест меняет собственника, но, конечно, надо констатировать, что первый трест в определенном смысле – это такой лакомый кусок. И в первую очередь потому, что именно у первого треста самый крупный земельный банк в Уфе. Имеется в виду, именно первый трест является самым крупным и заманчивым обладателем земель под застройку. В остальном, конечно, этот застройщик не должен был бы вызывать особого интереса у своих конкурентов, но посмотрим, как будут развиваться события, посмотрим, насколько эти разговоры в социальных сетях имеют под собой почву, либо они являются всего лишь продуктом паники, отчаяния и какого-то раздражения вкладчиков золотого запаса. Сегодня у нас 1 февраля, и через 4 дня по графику, по плану должен быть сдан 10-й дом в Серебряном ручье. Я не знаю, успеет ли застройщик осуществить процедуры, связанные с сдачей дома. Мы помним, что это всегда затягивается на неделю-другую, что, собственно, не критично. Надеюсь, что 10-й дом будет сдан, как и 9-й. Однако остается совершенно непонятная судьба оставшихся домов в жилом комплексе Серебряный ручей. 8-й, 13-й, 11-й дома – очень крупные, большие сооружения, которые находятся в разных стадиях незавершенности. 8-й дом так и вовсе построена только одна секция, остальные даже не начаты. 13-й дом тоже в весьма плачевном состоянии. Абсолютно непонятно, что будет дальше с этим объектом, потому что тема, которая знаменитая, звучавшая, гремевшая идея ради Хабирова о том, что выкупаем бизнес-центр Салават Юлаева и на эти деньги достраиваем Серебряный ручей, окончательно похоронена. Мы уже слышали о том, что господин Сидякин вместо этой идеи устроить в этом бизнес-центре дом башкирского бизнеса протолкнул здание, которое застоялось в районе телецентра, в которое было вбухано миллиард восемьсот, и еще будет вбухано неизвестно сколько миллионов. Видимо, этот бизнес-проект больше понравился Сидякину, и он обрубил вот этот проект с бизнес-центром Салават Юлаева. Соответственно, перспективы у Серебряного ручья не просто туманные, а совершенно непонятные. Ну хорошо, там 5 февраля, не 5, 15, 25, в конце концов, 10 дом будет сдан. А дальше что? Что дальше? Вот эти руины, которые стоят вокруг 9 и 10 дома, как мы с ними поступать? В общем, ситуация с Серебряным ручьем – это огромная проблема, которая созреет к апрелю-марту, и которая будет очень не кстати республиканским властям в контексте вот этого всенародного голосования, когда люди должны выйти на праздник поддержки инициатив Владимира Путина, и тут, значит, вот такая неприятность. В общем, конечно, стоит, конечно, задача в регионе нивелировать все напряженные позиции, напряженные точки хотя бы к этим выборам, а потом уже, как говорится, трава не расти. Но не знаю, как это получится с Серебряным ручьем. Начиная с последней недели декабря и весь январь, последовательно наш канал бомбардировали сообщениями информации о ситуации вокруг комплекса объектов Су-10, в которых происходят удивительным образом одинаковые события, и эти события возмущают жителей домов, которые там живут. Я говорю о пяти объектах Су-10. Это ЖК Свердлова, улица Султанова, дом 6, ЖК Гоголь 2, Шатару ставили 9, квартал 42, дом 2, и так называемые Лимонария, Менделеева, 152, дробь 4. Все эти дома построены Су-10. Это их объединяет. Во всех этих домах произошла странная история с отторжением нежилых помещений, причем помещений кладовок, каких-то помещений для хранения колясок, и в том числе помещений мусоропроводов, отторжение в частную собственность. Причем жители возмущены тем, что это сделано, по их мнению, без согласования с ними, какими-то странными решениями товарищества собственников жилья, вернее администрации этих товариществ. В общем, картина выглядит целым следующим образом. Некие граждане по странным соглашениям с ТСЖ, которые эти соглашения жители считают незаконными, получают в собственность вот эти помещения. Например, в доме Менделеев 152, дробь 4, тот самый Лимонарий, 76 помещений были выкуплены, получены некой госпожой Тулигановой, по цене, внимание, 422 рубля за квадратный метр. Ну, сами понимаете, квадратный метр нежилого помещения в Уфе за 422 рубля, ну, это даже для аренды смешно, а не то, что для собственности. Но, тем не менее, на всех этих объектах была применена одна и та же схема. Какими-то странными решениями эта собственность передается вот этим, значит, физическим лицам, в случае с домом Лимонария, это вот госпожа Тулиганова. Потом судом закрепляется это решение, доказывается в суде. Причем все эти процессы делаются максимально незаметными для жильцов. И когда жильцы уже опомнились и выяснили, что вот эти, оказывается, все вот эти помещения принадлежат не общей домовой собственности, а уже какому-то конкретному физическому лицу, уже поздно. Уже суд закрепил это решение. Как уж там в суде это все выглядело, я до конца не знаю. И вообще, несмотря на то, что за прошедшие недели мы получили много писем от жильцов этих домов, однако информация все равно не до конца ясна. То есть вообще вот в этой сфере, в сфере коллективной собственности внутри многоквартирных домов очень много пробелов и очень много всякой казуистики. На что имеет право администрация ТСЖ, на что имеют право жильцы, какие решения принимаются там общим собранием, а какие принимаются единолично директором, до конца непонятно. Я пока не берусь утверждать, что как бы это все преступление или там нарушение закона, однако констатирую, что вот жильцы этих вот объектов, причем, повторюсь, все эти объекты, это объекты СУ-10, они недовольны этим всем, возмущены вот этим отторжением собственности и пытаются с этим бороться. Я не знаю, какова перспектива судебная, ну, опровергнуть решение вот этих вот судов первой инстанции в отношении этой собственности, но, тем не менее, наверное, все-таки на эту ситуацию надо обратить внимание. Особым моментом я бы отметил то, что мы продолжаем собирать информацию по СУ-10, вот эта вот история, она только маленькая часть этой мозаики. И особенно настораживает то, что во всех этих объектах звучат обвинения или предположения жителей о том, что люди, которые, физические лица, которые получили вот эти нежилые помещения, они так или иначе аффилированы с господином Мансуровым. Ну, там какие-то родственные связи, еще что-то предполагаются. Где-то там, ну, вот в Лимонарии, там вот этот Каримов Марат, так он вообще, ну, руководитель этого ТСЖ, он вообще родной брат жены Мансурова и так далее. Все это выглядит очень-очень некрасиво. Даже если Валерий Агдамович там, как говорится, не в доле, то, пожалуй, что в его хозяйстве здесь некий беспорядок. Даже когда дом сдан, как правило, застройщик оставляет там свою структуру в виде вот этого вот управляющей компании. Ну, это выгодно с точки зрения выполнения гарантийных обязательств, это правильно с точки зрения выполнения этих гарантийных обязательств, ну, это еще и кое-какие деньги. Так что господину Мансурову, конечно, стоило бы обратить внимание на ситуацию в домах, которые он сдал так или иначе, худо или бедно, стоило бы обратить внимание на поведение своей реальной или эмпирической родни, ну и так далее. Еще одна история прошедшей недели касается компании Гранель, в прошлом принадлежавшей первому вице-премьеру правительства Республики Башкортостан Андрею Назарову. Сенсационная новость пришла на прошедшую неделю. Компания Гранель отказывается от проекта застройки в районе Зеленой Рощи, того самого проекта, который вызвал столь бурное и, как ни странно, организованное обсуждение в социальных сетях и в медийном пространстве. Президент компании Гранель Ильшат Нигматуллин дал обширное интервью изданию ПРУФУ. Интервью было такое очень комплементарное, оно такое было очень приятное и интересное. И, кстати говоря, оно не было лишено информации, которая, в общем-то, была полезна. Там было много интересных рассуждений о перспективах и тенденциях в строительстве. Но не обошлось и без каких-то ляпов. Господин Нигматуллин заявил о том, что они отказываются от этого проекта не потому, что как-то жители возбудились или не потому, что стало противоречить интересам чьим-то, а потому, что это оказалось невыгодно. Вот здесь, конечно, господин Нигматуллин немножко не сдержал своих предпринимательских инстинктов. Он подробно объяснил, что он не намерен строить какие-то детские сады и прочие школы, потому что это как бы снижает или обнуляет прибыль компании. Это, конечно, логично с точки зрения бизнеса, но в цивилизованном мире вот этот вот звериный оскал империализма принято скрывать. А господин Нигматуллин, видимо, будучи человеком не очень опытным в медийном пространстве, он как бы чистосердечно изложил все, что думает. Тем не менее, у ситуации вокруг Зеленой Рощи, конечно, есть и обратная сторона. Надо понимать, что с уходом из этого проекта компании «Гранель» и вообще с отменой этого проекта республика и город теряют крупные инвестиции. Это так. Как бы там ни было все это устроено вокруг Зеленой Рощи, насколько бы это был плохой или хороший проект, кстати говоря, никакого проекта, как выяснилось, и не существовало, так вот мы потеряли инвестиции. Это на самом деле печально. Городу нужны инвестиции, городу нужны новые микрорайоны. И я очень рассчитываю на то, что внешние инвестиции, а деньги «Гранели» на самом деле это те самые внешние инвестиции, которые так нужны экономике Башкирии, все-таки не иссякнут окончательно. Господин Нигматуллин в своем интервью обмолвился о том, что он ищет другие участки, другие строительные площадки в Уфе и в республике. Я надеюсь, что будет найдено какое-то решение и будут найдены эти площадки. Надеюсь, что они не вызовут такого бурного обсуждения, как это было Зеленой Рощи. В частности, после того, как к судьбе земельного участка Зеленой Рощи было привлечено столь пристальное внимание в связи с компанией «Гранель», начались некие вторичные процессы. Я говорю о том, что на территории Зеленой Рощи были, например, обнаружены три недостроенных коттеджа, достаточно обширные здания, большие капитальные, два из них почти готовых, один в чуть меньшей степени готовности. Общественность взволновалась и стала выяснять, кому же принадлежат эти недостроенные здания и сооружения. На данный момент есть только предположение о том, что в лихие годы, когда мадам Хамитова делала все, что хотела в районе Лимонария и Зеленой Рощи вот этой сезоны, как раз-таки господин Мансуров пытался построить вот эти три коттеджа. Но, повторюсь, это только предположение. Сейчас инициативные депутаты Государственного Собрания Республики Башкортостан направили запросы в компетентные инстанции, то есть в Росреестр, прокуратуру и мэрию Уфы, с целью выяснить статус собственности этих недостроенных объектов, статус собственности земли под ними, и, собственно, попытаться выяснить, кто же был тот злодей, который попытался возвести на охраняемой территории вот эти коттеджи. Также есть такая интересная идея, которую, кстати говоря, я разделяю. В случае, если выяснится, что эти объекты бесхозные, то можно попробовать передать их в собственность Зеленой Рощи, тем самым докапитализировать санаторий, достроить эти шикарные большие коттеджи, но не с целью того, чтобы в них прохлаждалась мадам Хамитова, а чтобы там жили, я не знаю, какие-нибудь платные посетители этого санатория, приносили доход санатория, или сделать какие-то там помещения и места для каких-то процедур. Ну, в общем, я думаю, что применение этим зданием-сооружением будет найдено. В последние несколько месяцев совершенно было не видно и не слышно штаба Навального в Уфе, и вот случилось. Вообще вот это затишье было связано с необычайной туристической активностью Лилии Чанышевой. Интернет, Инстаграм, Фейсбук были наводнены фоточками о том, как руководитель регионального штаба Навального замечательно проводит время то в столице Грузии, то в столице Австрии. В общем, нафоткавшись в различных позах и позициях на фоне грузинских гор и на фоне австрийских венских кафе и ресторанов, мадам Чанышева вернулась в Уфу и обратила свой взор на истрадавшуюся без нее Башкирию. Надо сказать, что Лилия Чанышева решила не размениваться на мелочи и сразу же выдвинула ультиматум башкирской власти, настолько категорический, что состоит он из целых семи пунктов. В общем, семь сталинских ударов нанесла Лилия Чанышева в поддых башкирской власти. Что же она на самом деле потребовала? Во первых строках Лилия Чанышева потребовала от Хабирова лично признать провал транспортной реформы. Далее она потребовала отказаться от строительства дельфинария в Уфе, отказаться от застройки санатория «Зеленая роща», что, собственно, было несколько запоздалым требованием. Компания «Гранель» уже и так отказалась от этой застройки. Далее было совсем уже смешно. Лилия Чанышева потребовала сформировать стратегию развития города Уфы, которой нет на данный момент, полностью ликвидировать экологическую катастрофу Сибая, решить проблему сноса горы Куштау и обеспечить свободу собраний для граждан в Республике Башкортостан. Я не знаю, каким образом удержалась Лилия Чанышева от девятого требования, а именно свободы Юрия Деточкина, но, тем не менее, это не прозвучало. Я прямо-таки представил себе Радия Хабирова, стоящего по колено в грязном снегу на улице Пушкина, напротив штаба Навального в Уфе, посыпающего голову свежим пеплом, только что сожженного Тимура Мухаммедьянова. Но, к сожалению, мы эту картину, наверное, наблюдать не сможем. И вообще активность штаба Навального вызывает много вопросов. Погрузившись вот в эти, в общем-то, давно всем понятные проблемы и потребовав их немедленного решения, мадам Чанышева, как, собственно, и ее начальник, вот этот вот начальник их секты, абсолютно обошли стороной вопросы конституционной реформы, которая полным ходом идет в России. Почему этот Навальный и его вот эти вот апологеты в регионах молчат о вот этом безобразном явлении, которое происходит? Почему ни слова не говорится о том, как они рекомендуют или считают нужным вести себя на голосовании, которые намечаются? Почему они в этом не участвуют? Ну, тут я вот четко вижу, что Навальный играет свою игру, которая на самом деле, ну, в моем субъективном представлении, конечно же, режиссируется из Кремля. Ну, и Лилия Чанышева, как человек, управляющий этими процессами здесь на территории, как человек, управляемый из Москвы самим Навальным, конечно, вот играют вот эти вот игры, вот эти семь требований к Хабирову, там, посыпание пеплом головы и прочая всякая ерунда. Ну, в общем, свобода Юрия Деточкина. Теперь о прекрасном и ужасном одновременном. О частной истории, которая на самом деле касается всех нас. Я говорю об истории матери-одиночки Алины из села Кляшево Чешминского района. Прозвучала на этой неделе эта история. Женщина попала в чрезвычайно трудную жизненную ситуацию, буквально нечего есть и нечем кормить ребенка. Муж ее бросил, оставил там с какими-то деньгами, вынудил продать дом и растратил ее деньги. Ну, в общем, ужасная какая-то история. Женщине абсолютно не на что жить, у нее нет работы, значит, и там очень неблагополучная вокруг семья. И вот тут неожиданным образом появилось решение. И это решение появилось не со стороны нашей соцзащиты и вот этой вот нашей дорогой, любимой Ленары Ивановой, а со стороны частной инициативы. Всем известная Юлия Вольф, мать восьми детей, взяла к себе жить эту несчастную Алину, ее ребенка, помогая ей в жизни, пытаясь на какое-то время дать ей крышу над головой, хотя бы на время, которое требуется для того, чтобы найти работу и начать работать и зарабатывать какие-то деньги. Я глубоко восхищаюсь, конечно, Юлией, мы с ней знакомы. Это действительно героическая женщина, мы помним эту историю с ее медалью, с ее жильем и так далее. Значит, как это все происходило, удивительной силой человек. И вот сейчас она проявляет такое великодушие, которое достойно всякого внимания и поощрения. Это, конечно, прекрасное и достойное восхищение, вот такие вот порывы, такие действия, такие благородные поступки. Однако, как всегда в жизни, прекрасное соседствует с ужасным. Задумайтесь, вся наша вот эта прославляемая Ленарой Хакимовной система социальной защиты не сработала в конкретном случае. Вот это конкретная ужасная ситуация, когда женщине с ребенком нужна помощь. Ни одна структура нашей социальной защиты ей не смогла помочь. Она регулярно получает пособие по ребенку. 59 рублей. Все. Ленара Хакимовна нарумяниная, веселая и сытая, с друзьями и товарищами на выходные отъезжает в замечательный город Вена, где она воодушевляется успехами социальной защиты Западной Европы. Однако у себя на родине, там, где ей нужно работать, у нее происходят вот такие ситуации. Граждане уже начинают замещать с собой Ленару Хакимовну и ее ведомство. Вот это меня возмущает до глубины души. К сожалению, это четкая иллюстрация того, как устроена социальная защита в Республике Башкортостан. Возвращаясь к истории Алины и Юлии Вольф, которые ей помогают, я бы хотел обратиться к ним и к Юлии отдельно. Если вам нужна какая-то наша помощь в плане освещения ситуации или какой-то иной помощи, обращайтесь, телефон у вас есть, связаться можно, я буду только рад вам помочь. На нашу почту приходит масса вопросов, предложений, всевозможных, значит, там, заявлений. Зачастую вопросы, например, адресованы не мне лично, а кому-то еще третьему. Например, вот наши зрители-подписчики просят задать вопрос главному экологу Республики Башкортостан Александру Калиновичу Веселову. И вопрос это такой. Александр Калинович, как вы относитесь к проблеме Куштау, на чьей вы стороне, и будете ли вы участвовать в очередном флэшмобе, который состоится на горе Куштау 23 февраля? Вот такой вот вопрос. Я не знаю, ответит ли нам Александр Калинович, но посмотрим. И еще о вопросах и ответах. Многие наши подписчики и зрители просят провести прямой эфир общения с подписчиками и зрителями. Долгое время я это все обдумывал, в общем, вот как все будет. На следующей неделе, в следующее воскресенье, это будет 9 февраля, в 7 часов вечера, 19.00, я проведу этот стрим, прямой эфир, он будет транслироваться в Ютьюбе, и мы постараемся его запараллелить в остальных социальных сетях, это будет Facebook и ВКонтакт, и там вы можете задавать вопросы, я постараюсь прямо с экрана на них отвечать. Я буду отвечать на вопросы, которые будут поступать в прямом эфире, я не знаю, сколько это продлится, но минут 30-40, наверное, постараемся. Все будет зависеть от того, насколько много людей будет смотреть, насколько люди будут активно задавать вопросы. Также вопросы можете присылать всю неделю любым доступным образом, то есть в комментариях к видеороликам, в личных сообщениях, в соцсетях, я постараюсь выуживать все эти вопросы, записывать, если они будут интересны. Но постарайтесь задавать вопросы, которые касаются не только вас лично, Это было бы интересно людям, большому кругу улиц. В общем, поэкспериментируем. 9 февраля, 19.00, YouTube и социальные сети проведем стрим, прямое общение с нашими подписчиками и зрителями. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, подписывайте друзей и знакомых на канал, помогайте каналу материально. В общем, все как обычно. Редактор субтитров А.Семкин